Всех приветствую! Сегодня я хочу немного поговорить опять о наших суставах и позвоночнике. Сначала скажу пару комментариев. Женщина написала, посмешила меня. Спасибо за такой комментарий. Я хоть посмеялся немного. А сейчас процитирую. А ты молодец, умеешь зарабатывать деньги, мразь и что-то в этом роде еще. Ну, у человека явно с головой не в порядке. Такое ощущение, что с психушки только что сбежала. Я таки написал, зашел на ее канал, естественно, посмотрел. Там стоит ноль. Ноль это значит ноль. То есть человек вообще представления не имеет, как зарабатывать деньги на ютубе. Сначала изучи, как зарабатывать деньги, потом только что-то на эту тему можешь писать. Если ничего не знаешь, то не надо ничего писать. Второй комментарий. Один предлагает мне принять мусульманство. Пишет, кончай ерундой заниматься, принимай мусульманство и все будет ништяк. Ну, типа, если они там стоят на коленях, бьются головой, а пол у них, наверное, от этого электричество вырабатывается. Я ничего против не имею. Если вы во что-то верите, верьте. Ради Бога, это ваше полное право. Но не надо мне навязывать. Когда мне такое говорят, ты должен во что-то мерить или еще что-то в этом роде. Если бы вы мне это вот так, глаза говорили, я бы просто вас послал куда подальше. И все. Но, тем не менее, весело. Давайте вернемся к нашим суставам. Суставы. То есть, вот у вас, наверное, у всех такое бывало, когда вам что-то объясняют, вы не можете понять. Вот вроде вот-вот-вот приходит понимание, вы спрашиваете, вам пытаются объяснить. И вот вы вроде уже хотите понять, но никак это не приходит понятие. И вот я все крутился вокруг да около, изучал эти все темы. И потом в какой-то момент, бумс, приходит вам прозрение. То есть, вы понимаете всю суть происходящего. Вот что-то подобное со мной произошло. То есть, конечно, если бы ни работа, ни наша бытовуха и так далее, то есть, больше времени посвящать этому вопросу, это произошло все гораздо бы быстрее. Ну, произошло так, как произошло. Тем не менее, понятие пришло. К сожалению, с электричеством от земли антенны ко мне это понятие не приходит пока. Надеюсь, что когда-нибудь придет. Но вот с нашим здоровьем. То есть, как я уже в предыдущем видео уже говорил, это вода, питание, растяжка мышц и массаж триггеров. В принципе, вот когда вы все это понимаете, как это все работает, я не буду вас грузить остальными этими всеми терминами и так далее. Когда вы все это поймете, вы поймете, что делать. Самое главное, это у нас проблема, это лень. И это я прекрасно знаю, и сам даже иногда ленюсь, но тем не менее. Я вот забрал, как показывал у собачонка, сейчас он у меня забирать будет опять его, вот такой мячик. Пока теннисных у меня нету, теннисные тоже очень хорошие мячики. Мне посоветовали двумя мячиками. То есть, как бы типа в носок что-то сделать, и чтобы с двух сторон. Я на эту тему подумал и прекрасно понимаю, что два я не смогу их контролировать. То есть, один я буду контролировать, а второй будет где-то рядом, что-то куда-то, не знаю. Поэтому я думаю, все-таки один лучше. То есть, триггеры, растяжка мышц, триггеры. Ну, я покажу, у меня, допустим, вот в этой области, вот здесь. Сейчас он у меня не болит, поэтому мне сложно найти его. Вот он. Где-то здесь, по-моему. Ну, я, конечно, прокатываю всю спину для профилактики теперь. То есть, я беру его просто вот прям вдоль хребта кладу. Прямо рядом. Ложусь на пол. Ложусь на него целиком. Сразу предупреждаю, это больно. Если вам не больно, значит, вы что-то делаете неправильно. И, то есть, начинаю кататься вперед-назад. То есть, вверх-вниз. Также по бокам. И круговыми движениями. В одну сторону, в другую сторону. И, таким образом, чуть-чуть передвинулся. Опять вверх-вниз. Право-влево. Круговыми движениями. В одну сторону, в другую сторону. И, естественно, это надо делать не так коротко, как я показываю. Всё, увидел, э? То есть, таким образом, все триггеры вы разомнёте. Вам должно быть реально больно. Если вам больно, значит, вы разминаете триггеры. Чё, хочешь уже? Ну, и дай, и дай, и дай. Не, не дам, не дам, не дам. Это мой сегодня. Ладно, попозже дам. Теперь, по поводу наших бёдер, суставов. Если вы живёте один, вам некому помассировать. Или, если даже кто-то есть, но он не является специалистом. И пальцами, естественно, он не сможет найти ваши триггеры на вашей, так скажем, попе. Поэтому, лучше всего дайте этому человеку мяч. И пускай мячом в этой области, со всей силы, чтобы вам было больно реально. Реально больно, чтобы было массировало. По-любому он зацепит триггер. Это первое. Если вы живёте один, то таким же образом вы можете это сами делать. То есть, подожди, или сейчас отдам. То есть, ложитесь на бедро. И таким же образом вы можете сами массировать это. Очень сильно, очень больно, очень эффективно. Промассировав это всё хорошо. То есть, если я делаю спину. Промассировал отлично, со всей силы, сколько мог, сколько вытерпел. Затем, на. Затем ложу компресс перекиси водорода. А, не, вру. Стоп. Я ещё делаю растяжку. То есть, если у меня здесь, на сегодняшний день я понимаю, где находятся мои эти триггеры. То я делаю примерно вот так, со всей силы. То есть, вниз и в то же время в сторону разворачиваю, сколько есть силы. То есть, в этой области я чувствую сразу растяжку отлично. И второй, ну, естественно, это ноги вместе. Это всем давно известно. И на сегодняшний день, как я говорил, я уже кулаками достаю. То есть, практически без проблем. Если я начинал пальцами, два пальца ног задевал. То есть, с большим трудом, с большими рывками. То сейчас я могу уже кулак. То есть, процесс, если вы не будете лениться, процесс довольно быстро идёт. Конечно, если у вас есть лишний вес, это вам будет сложнее намного. Конечно, завтра я также схожу к врачу. Хочу поискать массажиста, именно который знает все точки триггера мышц. И который именно умеет их разминать отлично. То есть, я это делаю уже неплохо. У меня на сегодняшний день нога в порядке. То есть, она у меня, как я говорил, была четыре дня онемевшая. Вот эта сторона полностью вся была онемевшая. Я четыре дня ходил, ничего не делал. Специально убедиться, что у меня нерв прижало отлично. И только потом я начал. И буквально на четвёртый день вот все эти упражнения. И у меня уже нога в порядок пришла. То есть, таким же образом, если вы будете делать бедро, разминать сначала, растирать, потом положите компресс, кто как, как вы проверяете, как вы поняли, смотрели предыдущее видео. Кто-то просто может натирать, кто-то с брызгалки брызгать, кто-то платочками компресс. То, скорее всего, моё предположение, что именно перекись водорода расслабляет вашу мышцу. И, скорее всего, начинается кровообращение. Как я это уже давно понял, что нарушение кровообращения, значит, не поступает в суставы нужные вам вещества. И происходит вся вот эта проблема. И если вы размяли, мышца сокращается, и она дубеет. То есть, кровь там перестаёт двигаться. И, соответственно, на сустав вы не получаете нужные вещества. Колени. Колени, в принципе, по-моему, это самое простое. Также посмотрите, я не буду показывать, где какие триггеры, как массировать. Массажи очень много разных. Но, прежде всего, это триггеры. Разминать именно триггеры, а потом ставить компресс также. Просто наберите в поиске триггеры мышц. Потом картинки. И вы сами можете поизучать, где какие именно точки находятся, чтобы лучше понять этот процесс. Также я в прошлом видео ставил эти ссылки в описании, для лучшего понимания всего процесса. Я под этим видео внизу в описании опять эти же ссылки поставлю. Посмотрите их все внимательно, чтобы у вас сложилось общее понимание всего происходящего процесса с вашим организмом. Когда вы это всё поймёте, то точно вы справитесь. Но, если, конечно, не будете лениться. Я надеюсь, что у вас всё получится. Делайте, не ленитесь. Компрессы, это вам в помощь. Кому-то помогает сразу, мне тоже сразу помогало, я был доволен. Ну, в принципе, на сегодняшний день я их просто использую, например, как в помощь. Со спиной данный момент я продолжаю, буду продолжать ещё периодически. Может быть, не каждый день. Так как, когда уже не беспокоит, иногда начинаешь забывать. Всем удачи, здоровья, счастья, пока! Субтитры сделал DimaTorzok